Вся жизнь игра, и люди в ней актеры. Но они не играют. По Станиславскому вживаются в образ. Здесь все как тогда, в 1919-м. Форма, оружие, люди, кони. Только современные гаджеты дают опомниться, что это реконструкция событий гражданской войны. Около трех десятков военно-исторических клубов собрались в горках Ленинских, чтобы прожить один из страшных дней братоубийственной войны. Мы решили попробовать вместе с российским военно-историческим обществом провести подобную реконструкцию событий гражданской войны на нашей территории. Это наш первый опыт совместной работы с военно-историческим обществом. Но мы рассчитываем, что если все пойдет нормально, оно пойдет хорошо, мы продолжим этот опыт. Ну а пока до начала военного наступления актеры еще раз отрабатывают порядок действий. Здесь все идет по плану. Даже ранения должны быть отрепетированы. Ранен! К раненому подбегают санитары и кладут на носилки, относят к полевому госпиталю, где уже медсестры, конечно, в костюмах тех лет, готовы спасти истекающего кровью солдата. Санитары, когда несут носилки и поднимают, могут бежать в разные стороны. Должны понять, кто идет первым, кто последним, и одновременно поднимать раненого. Потому что если был бы по-настоящему раненый, его неправильно поднять и уронить, он может кончиться на месте. Как вы себя чувствуете? Нормально. Как вас спасут? Надеюсь, что да. Жить будет? Жить будет? Обязательно. Еще в бой пойдет. Артиллерия тоже готова к бою. У нас сегодня задача – орудие. Артиллерийский расчет будет отбивать атаку красных, перегонять орудие по полю и обстреливать позиции Красной армии. Белогвардейцами командует Антон Иванович Деникин. Именно он сегодня главный герой. В роли Деникина – Олег Старков. В жизни юрист, даже сейчас, ведя войска в наступление, он говорит о том, что такие события в истории нашей страны не должны повторяться. Огромная трагедия для всего народа. В общем-то, представители этого народа и лучшие представители воевали на обоих сторонах. В общем-то, каждый воевал за то, во что он верил. Плюс, естественно, это поднимало волну различных криминальных элементов со всех сторон. Это глубочайшая трагедия, которая нанесла громадный урон нашей стране. И вот все приготовления закончены. Оружия заряжены. Холостыми. В атаку командует Деникин. Выстрелы раздаются с одной и с другой стороны. Конницы красных заходят с правого фланга. Белогвардейцы заряжают пушки. Красные отвечают автоматной очередью. Много потерь. Санитары уносят раненых с поля. И вот переломный момент. Белые берут инициативу. Красная армия отступает. Добровольческая армия Деникина гонит противника в лес. Захваченных командиров расстреливают на месте. Последняя попытка. Красная конница атакует с фланга. Но белые готовы к атаке. И обстреливают противника в упор. Реалистичность событий не дает зрителям мероприятия усомниться, что именно так и проходил этот бой почти сто лет назад. Гости в восторге. Среди них и глава Ленинского района Олег Хромов. Замечательно, что именно в нашем музее-заповеднике проходят такие мероприятия, посвященные историческим событиям, тем далеким событиям, которые уже напрямую не связаны сегодня с идеологией. И вот сегодня мы видим все-таки исторический бой, бой, как бы тогда назвали, между Красной армией и Белой, белогвардейцами. Я опять же подчеркну, что это уже не идеология, это наша история. Мы должны ее воспринимать именно как данность, гордиться этой историей. В этот день войска Деникина одержали победу. Но это только один из боев. Войну выиграли красногвардейцы, навсегда изменив ход истории государства российского. Ну а Деникин позже эмигрировал и скончался от сердечного приступа в 1947 году в Америке. Екатерина Чернышева и Адамия, Видное ТВ.